Женщины, как цветы? Я была немножко, конечно, шокирована собой. Пластическая хирургия – это не один щелчок. Во-первых, оно все устаревшее. Вот это, может быть, мне не подойдет. Без этого невозможно было пробиться через ее стену. Где ваши все низы? Впервые вообще увидели эти странные сооружения. Многим хотелось сорваться, и это сложно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины, как цветы, мы очень чутко реагируем на смену сезонов. И особенно на приход весны. Мы действительно как растения, как цветы расцветаем. Вы смотрите телеканал «Жебек Жола» и проект «УСГЕР». Я Игуль Мугей. Здравствуйте. Итак, весна действительно дарит нам радость тепла. А вы помните, как все начиналось? Буран, снегопад, пурга и наши участницы сквозь снег и холод буквально пробираются в спортивный зал. Действительно, им было сложно. А участницы – это Виктория, Ахмарал, Гаухар и Хламхас. Но вот тогда они верили в то, что весна придет, в то, что они изменятся абсолютно и кардинально. Так и получилось. Давайте вспомним, как же все начиналось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, этим холодным мартовским днем четыре участницы проекта «УСГЕР» пришли сюда, и первым пунктом знакомства с новой «Я» был для них спортзал – правильное место для здоровых перемен. Кстати, Хламхас и Виктории 42 года, Ахмарал и Гаухар – по 41. И все они, как на подвор, переступили 40-летний рубеж. Отмечу, наш проект не называется «Кому за 40», но именно они, эти девушки, оказались самыми упорными. После 40 лет для женщины наступает особый период жизни. В это время обычно все дети уже взрослые, самостоятельные, устроен быт, достигнуты успехи в профессиональной сфере. Женщина становится увереннее в себе, знает себя и свои потребности. Также у нее появляется свободное время для различных занятий, хобби и путешествий. Она, наконец, может позволить себе то, что раньше для нее было недоступным. Наши участницы – практически все матери героини. У Гаухар – семеро, у Хламхас – пятеро, Виктории – четверо и Ахмарал – трое детей. Все они выросли. По ночам вставать не надо, пеленки, бессонные ночи остались в прошлом. Заботы с детьми остаются, но здесь уже другое – поиск способов воспитания, выбор будущего пути. Кстати, наши героини не раз признавались, что с этим у них сейчас сложно. В свое время я стала нумерологом и сама стала коучем по отношениям, именно потому, что я искала ответы на собственные вопросы. Я искала ответы на то, как и куда направить своих детей. И оказывается, мое острое желание быть хорошей мамой и стать, наверное, самой лучшей мамой для своих детей, и дать им то, чего я сама не получила в детстве. Это связано было, оказывается, с уходом моей мамы. И того, что я не получила от своей матери, я пыталась это восполнить своим детям. Я постоянно искала способы, как быть более компетентной, как быть более полезной нашему, наверное, обществу, моему окружению, начиная с моих детей, моих друзей и так далее. И все это, оказывается, лежало в моем детстве, в том, что я потеряла свою маму. Всегда себя упрекала. Ты забыла. Тут у тебя же было вот это вот, надо было туда еще успеть съездить. С ребенком записала на занятие какое-то, а по времени не получилось мне поехать. Задержали. На спорте ребенка бывает часто задерживают. По времени он не отпускает так положено. Мы не успели. На математику мы должны были. Вот я вот больше, я всегда себя упрекала в том, что я не успела. Ну, надо же как-то вот подстраивать, знать там. Ну, надо было перенести. Не в тренировочные дни записать. Ну, вот всегда вот как-то я себя вот в чем-то недовольна постоянно. Я уже давно себе не говорила «молодец», потому что, ну, я как бы, как… Весь фокус внимания, он не на мне был. Но мы договорились больше говорить о самих участницах. Ведь именно они – центр и ядро нашего шоу. Ни для кого не секрет, что здоровье женщины в возрасте 40 плюс требует к себе особенного внимания. После 40 в работе организма происходит много изменений, которые нельзя оставить без внимания. Это биологический процесс, и его не избежать. Постепенное снижение функций яичников, изменение гормонального фона. Замедление обмена веществ, появление лишнего веса ведет к снижению тургора тканей, появлению сухости кожи, заметно изменяется эмоциональная сфера. Становится неустойчивым настроение, появляется необоснованная тревожность, мнительность, повышенная уязвимость и даже плаксивость. И для того, чтобы наши участницы не столкнулись с большими проблемами и были готовы к любым возрастным изменениям, а вернее вели качественный образ жизни, который принято называть правильным, так вот за эти аспекты в нашем проекте отвечает нутрициолог Гаухар Сейрхалихазе. Если женщина начинает правильно питаться, выравнивает свое питание, если она начинает своими установками в голове работать, то действительно она становится примером для своих детей. Например, Гаухар, когда вначале пришла, она говорила, что вот я хочу доказать, я хочу показать своим детям, что возможно все, что можно быть красивой, что можно быть счастливой. И я надеюсь, что те знания, которые они получили касательно здорового питания, они им в дальнейшем помогут дальше поддерживать свое здоровье. На кастинг участницы пришли очень воодушевленные. Хочу измениться, буду красивой и буду счастливой. Но все это легко исполнить на словах. Давайте все-таки спросим у главного спортивного эксперта нашего проекта Анны Лосевой, все ли получилось. Я помню, как девочки пришли в первый раз в тренажерный зал. Виктория, Коломкас впервые вообще увидели эти странные сооружения, тренажеры. Они смотрели на все широко раскрытыми глазами и вообще не понимали, что они там делают, зачем они там. Гаухар, Акмарал, они были знакомы где-то с чем-то, но тоже было тяжело, было сложно. Они заставляли себя, я говорила, я жду вас, девочки, каждую тренировку. Они сначала опаздывали. Находилась куча причин, чтобы не прийти, но в конце они втянулись. И сейчас они уже не могут себе представить их новой жизни без тренировок. Тело просят, мышцы знают, что им нужно. Еще раз подчеркну, мы пригласили на шоу женщин обычных, совсем не звездных. Как и сотни других, они горели желанием постройнеть, похудеть, быть красивой и еще массу чего. Они давали себе обещания совсем скоро заняться собственным здоровьем, но все как-то не получалось. Причем давали слово честное и благородное. Кстати, специалисты различают несколько причин невыполнения собственного обещания. Это в первую очередь лень, потом забывчивость, неспособность отказать. У наших девушек с памятью вроде бы все нормально, а вот лень, как говорится в пословице, раньше их родилась. В спортзал ходить лень, но на весы вставать просто нет необходимости. Зачем? Они ведь все равно не обрадуют. Вес, конечно, меня не обрадовал. Я была немножко, конечно, шокирована собой. Вещи, которые вы будете со 98, да? Поэтому будем работать над этим, будем стараться показать хорошие результаты. Я когда встала на весы, увидела свой вес, и для меня это был такой шок. Кстати, Гаухар Сиракалихаза считает, что в процессе похода за стройностью главное это быть честными с самими собой. Но и у участниц это не совсем получалось. Сразу же в первой инспекции холодильников Гаухар обнаружила у Ахмарал запрещенную коробочку. А ну-ка, давайте я поглубже посмотрю, что здесь у вас. Я вот вижу сельдерей. О, а что здесь у нас такого? Я думала, вы не увидите. Конфеты! Ну, конечно, были вещи, которые были неожиданным сюрпризом. Это мы увидели, а я нашла в холодильнике конфеты, причем они были так глубоко спрятаны, что я сначала их не заметила. И варенье. Потом меня также расстроили, конечно же, готовые соусы консервированные. Они не полезны для здоровья. Получается, подытожить, да, если ограничить немножко глютен, вам лактозу нельзя, детям можно, алкоголь тоже нельзя сейчас. Побольше зелени добавить, свежих овощей, да. То есть здесь у вас только морковка, яблоки, но, допустим, свеклы, да, можно натирать на салат и кушать, чтобы у вас там в примере меню есть примерно, как ориентироваться, вам уже будет понятно. Конечно, вначале многим хотелось сорваться, и это сложно. Я понимаю, что когда женщина, любой человек переходит на здоровое питание, первое время очень строжно перестроить свои пищевые привычки. Поэтому в этом направлении нужно работать постепенно. Не надо сразу в один день убирать конкретно все, и потом из-за этого испытывать тяжесть, из-за этого испытывать какую-то тягу, срывы, и после срывов опять чувствовать чувство вины, испытывать опять туда-сюда будет качать. Это, конечно, неправильно, это не экологично. Правильнее это, когда мы каждую неделю вводим какие-то новые привычки. Например, первую неделю мы перестраиваем, убираем полностью хлебобулочные изделия, вторую неделю мы полностью убираем уже сахар. Мы учимся постепенно пить достаточно количества воды. То есть небольшие, маленькие привычки, но каждый день они реально долгосрочно очень сильно могут поменять наше здоровье, наше самочувствие. Ну и, конечно же, касательно калорий. Я не сторонник считать калории. Я считаю, что считать калории – это излишний стресс. Всегда важнее питательная ценность продуктов, которые мы едим. То есть, если мы не считаем калории, но при этом мы подбираем правильный белок, правильные овощи, правильные крупы, если мы все это умеем правильно сочетать, то и без подсчета калорий можно действительно хорошо похудеть и держать свой вес на контроле. Вы смотрите проект «Узгер» на «Жебегжола». Большое внимание в процессе преображения нашего проекта мы уделили встречам участниц с коучем. С ними работала Гаухар Жингсбек. Кстати, стоит отметить, что смысл понятия «коуч» до сих пор неизвестен многим и используют его иногда в негативном ключе, мол, каждый второй коуч. А между тем, грамотный коуч может помочь вам ответить на многие вопросы «Кто я? Зачем живу? В чем смысл моей жизни? Как стать успешным?» Часто именно в поисках ответа на такие вопросы люди приходят в коучинг. Приходят, потому что чувствуют, что могут больше, что не реализуют себя на 100%, заблудились в жизни, в себе и с трудом могут найти свои ориентиры. То, что я сама являюсь коучем и обратилась к коучу, это рациональный подход и правильный. Это так же, как ты, являясь самым лучшим стоматологом, не можешь сам себе запломбировать ни один зуб. И в данном случае коучинг, наверное, это именно про это. Когда, чтобы стать еще более компетентной, чтобы стать еще более, наверное, полезной, ты идешь и получаешь расширение мышления. Это то, с чем мы сейчас работаем с Гаухар, потому что каждый сеанс, он завершается тем, что я ухожу с какой-то новой ценностью, новым открытием. Делать более подвижное, да, чтобы мышцы спины у нас... Кстати, короткая справка. Коучинг возник в 70-е годы прошлого века, и один из его корней – спорт. Было замечено, что больших результатов достигали те спортсмены, у которых помимо технического тренера был еще и коуч. Кстати, мы уже говорили, что наши участницы – не праздные домохозяйки. Несмотря на статус многодетных мамочек, Халамхас Могулова работает в отделе кадров строительной компании. Гаухар Кужабаева – продавец в детском магазине. Ахмаралой Маханова работала коллектором, имеет юридическое образование. А вот Виктория сама у коуча и организатор. Действительно, это... Я сейчас перечисляю и диву даюсь, как они успевали все. Принимать участие в проекте, работать, воспитывать по 7-5 детей, еще и в спортзал ходить, и интервью давать. Все-таки наши женщины могут служить примером и достойны восхищения. Так вот, работа с коучем Гаухар оказалась одной из самых продуктивных и результативных. Проблем в самом начале у героинь было достаточно, но спустя 2 месяца в проекте практически все девушки смогли от них избавиться. С Гаухар было сложнее всего. Она из категории тех женщин, которые не позволяют себе и своему окружению расслабляться ни на минуту. С ней пришлось применить технику, когда мы выехали с ней за город, и она научилась плакать. Именно позволила себе выйти всем эмоциям, которые она накапливала на протяжении многих лет, выйти наружу. Это был очень эмоциональный процесс для нее лично. И в целом оно оказало очень серьезный терапевтический эффект для наших дальнейших с ней работ. Без этого невозможно было пробиться через ее стену, когда эмоции просто не могут выйти наружу. Кстати, надо отметить, что до операции после нее наши участницы активно готовились к самому финалу, буквально перед зеркалом. Репетировали свои слезы, удивления, весь спектр эмоций. Но кроме этого было и практическое задание. Они на финале будут танцевать два красивых танца. Один казахский народный, второй классический. В основе казахского танца лежат движения руками. И самое, на мой взгляд, популярное движение – это движение толкан, что в переводе – волна. Мы сейчас возьмем наши кисти в таком положении и мысленно представляем, как будто мы берем ручку, прокатываем ее и опускаем. Каждый пальчик участвует. Хорошо. Стоим мы по третьей позиции. Это позиция в народном танце основная. Благодаря проекту мы встретились с хореографом, с танцором Анель. Это была удивительная встреча. Мы как бы оказались в мире танцев. Самое интересное, эти наши казахские танцы, ну, как мне оказалось, на самом деле они, оказывается, тяжелые. Потому что немножко у меня были после этих упражнений. Кисти болели. Все-таки это труд. Или это говорит о том, что у нас все уже окрепло. Никогда не думала, что после 40 я еще и начну танцами заниматься. Уверенность в себе, повышение самооценки, психическое расслабление и психическое благополучие. Все это могут дать и коуч-сессии, и занятия танцами, и спортом, и, безусловно, принятие себя. Любовь к себе в зеркале напротив. Именно эту любовь подарил нашим участницам доктор Ильяс Бескенов. Он еще на кастинге увидел, что женщины могут кардинально измениться после пластической операции. Ильяс Саматович провел несколько консультаций со всеми героинями. Я каждый день выполняю большое количество операций. И я точно знаю, кому она нужна, кому противопоказано. Для вашего возраста лицо довольно-таки неплохо выглядит. У вас есть особенности, да, где-то пух, щечки там, бровки, да, наполненные. Но это ваша особенность, это не изъян. А что можно сделать? Ну, чуть-чуть с подбородочком что-то сделать, да, немножко нависания. Да, и, в принципе, все тут больше косметолога, на самом деле, работы. Когда вы будете работать с питанием, с тренером, лицо сильно улучшится в вашем случае, я думаю, хорошо. И в конце можно что-то сделать именно со стороны косметологии, я думаю, больше по вашей части. Наши участницы, которые были избраны для этих операций, Гаухар и Каламкас имели четкие показания. И эта операция принесла им счастье. Они стали более уверены. Они помолодели лет на 10-15. И эта уверенность будет с ними на долгие года, так как пластическая хирургия довольно пролагированный эффект имеет. Видите, какая четкая морщинка у вас сформировалась? От того, что вы постоянно ее вот так вот бессознательно поднимаете, да? Чтобы этого не было, нужно приподнять ее. Поэтому наша задача, в первую очередь, поработать с этим нависанием. Видите, вот это действие. Как только мы его приподняли, видите, вот этого нависания-то и уже все нет. Пластическая хирургия – это не один щелчок. Только вкупе с нашими фитнес-тренерами, нутрициологами и визажистами, стилистами мы создали такой результат, который нужно поддерживать многие года. Воспитав вот эту дисциплину, они получат на многие десятилетия ту красоту, которую мы создали. Пожелаем им терпения, дисциплины и желания. Пускай эта красота остается с ними на долгие-долгие года. И им было принято решение сделать операцию Гаухар и Халамхаз. Мы сформировали четкий угол, пролепосировали нижнюю часть шеи и сделали блефоропластику, открыв и без того красивые глаза нашей пациентки. 7 числа прошла операция пластического хирурга. После операции реабилитация прошла у меня очень даже легко. Все были удивлены, потому что перемены были очень большие. Разница до и после. По мере восстановления это было все в лучшую и лучшую сторону. Всем очень понравилось. И вот разбор гардероба Сайнель Турарбековой. Он стал вишенкой на торте нашего проекта. Услуги стилиста в последнее время стали также модными и востребованными. В сознании большинства людей разбор гардероба – это генеральная уборка шкафа. Почистили, помыли, 5% отдали родным или, может быть, на свалку. Все аккуратно друг на друга повесили, а завтра вновь надели привычные джинсы. У Айнель все было по-другому. Новая жизнь старым образом. Аксессуары, полные описания и советы по вашему типу фигуры. И еще много полезных женских хитростей. Как я поняла, вам нужно полностью обновить гардероб, потому что то, что мы сегодня увидели, все, во-первых, оно все устаревшее, да, а во-вторых, я бы вам посоветовала бы взять более такие женственные какие-то образы, да, не просто вот спортивные костюмы, да, а взять там хорошее платье на каждый день, в котором вам будет удобно ходить на работу. Меня, знаете, всегда возмущают вот эти вот платья невнятного цвета, из такого дешевого материала, и еще которые обтягивают. Поэтому, пожалуйста, не носите эти платья. Я не вижу низов. Где ваши все низы? Тоже, если покопаться, можно найти брючки. Вот смотрите, как тяжело работать и собирать образы, когда творится вот такой вот беспорядок в гардеробе. У вас должны, знаете, верха отдельно висеть, низы отдельно висеть, и каждое изделие должно висеть на отдельной вешалке, понимаете? Тогда бы нам было бы очень быстро и легко сделать образы. Вот смотрите, есть даже вещь с этикеткой, вы ни разу ее не надевали. Почему не надевали? Ну вот, я хочу купить что-то интересное. Под него, под него. А у вас же уже есть гардеробе. Где ваша вот эта вот? Вот она. Вот она. Мы ее не могли найти, потому что сверху висела. Такая вот блузка ненужная. Давайте от нее избавимся? Да, давайте. Вот. Вот так вот будет интересно. М-м-м. Точно. Когда мы покупаем какую-то вещь, всегда думайте, с чем из вашего гардероба эта вещь еще будет сочетаться. И после этого только делаем покупку. Смогут ли наши героини дальше применять все стилистические рекомендации, которые были даны во время проекта? Я уверена, что они это возьмут в себе в жизнь, так как была сделана огромная работа. Во-первых, это разбор гардероба, где я дала все рекомендации относительно их вещей. Вот еще одна, знаете, ошибка у женщин. Смотрите, на плечиках висят... Здесь три вещи висит. И так на каждой вешалке у нее по несколько вещей. Пожалуйста, тоже так не делайте. И все юбки должны висеть рядом, а не так, как у вас. Непонятно, да? Как вы собираете вообще образы, я не могу понять. Вам нужно будет все вытащить и по одному все красиво разложить. И именно повесить весенние вещи. Хорошо? Все. Поняла. Во-вторых, у нас была шоппинг-терапия, где мы ходили по магазинам и примеряли те вещи, которые бы они никогда в жизни не приметили в магазине. Поэтому всем нашим телезрительницам я бы рекомендовала обязательно в магазинах находить те вещи, которые вы никогда бы не надели. Морал, смотрите, я вам подобрала здесь два образа. Первый – это вот такое вот платье на лето, струящееся, такое легкое. Я... Да, очень нежный такой. Такой же нежный, как вы. Да, вы у нас такая нежная, лучистая девушка. Здесь я хочу сказать, что у вас, например, проблемная зона – живот, да? Поэтому мы лучше не будем его сильно обтягивать, и поэтому здесь есть вот складочки, да, которые немного вам их... Вкроют. Вкроют, да. Потому что чаще всего живот виден не спереди, да, а сбоку. Чтобы он сбоку не торчал, вот эти вот складки будут их скрывать. Для меня был очень интересный опыт, так как у меня ранее никогда не было шоппинг со стилистом, потому что я всегда думала, что я могу сама справляться с такой задачей, как поход по магазинам. Для себя я сделала вывод, что нужно именно исходить из того, что вот, как ты думаешь, вот это, может быть, мне не подойдет, вот именно такие вещи брать и на себя примерять. Потому что, как чаще оказывается, что именно эти образы более тебя украшают и более тебя раскрывают. Вот платье сегодня, которое было очень нежного, розового цвета, вернуло меня в молодость, потому что я вспомнила, что я часто носила в молодости именно вот такого фасона платья. Для того, чтобы поменять свой стиль, чтобы выглядеть более современно, я бы рекомендовала смотреть последние модные показы, листать в соцсети, смотреть на людей, на стильных женщин и, может быть, даже попробовать скопировать чей-то стиль. Ведь только после копирования вы поймете, что вам подходит, а что нет, и, возможно, какие-то стилистические лайфхаки будете потом применять в своем образе. Посмотрите на этот рейл, мне кажется, это как раз-таки то, что вы любите, да? Такая драма-куин. Черная кожа, поэтки. Золото. Смотрите, какая интересная. Да, мне нравится сочетание джинса и оранжевого цвета. Это как раз вот боха эстетика, но она более-таки аутрированная, да, получается. И посмотрите, какие бомберы здесь шикарные. Вот этот вот цвет мне даже больше нравится. Он потому что яркий, фиолетовый, скорее всего, вы любите, да? Да, мне нравится, да, это классно. Шелк тоже, мне кажется, вы любите. Шелк, да, строящийся, я люблю, да, интересный. Смотрите, какая она кишка интересная. Для меня уже впервые, когда стилист пришла ко мне домой и потом создала для меня мудборд, под меня подобрала цвета, подобрала коллекции. Это было очень интересно. И сегодня мы посмотрели то, что мне подходит. И я примерила на себя те вещи, которые не всегда примеряла. И вернулась, например, к буричному костюму. Мы нашли такой классный цвет. У меня никогда не было синего костюма. И я обнаружила, что он, оказывается, мне идет. И в заключении этой программы я хотела бы задать участницам очень важный вопрос. Смогут ли Ахмарал, Виктория, Гаухар и Халамкас остаться в этом весе, придерживаться правильного питания, быть такой же красивой, держаться в форме не только в это время, не только сейчас, но и всегда. Всю свою оставшуюся жизнь. Ведь это очень важно. Я надеюсь, что участницы ответят мне утвердительно. Давайте посмотрим вместе. А я на этом с вами прощаюсь. С пожеланиями не ждать чудес от этой жизни или от каких-то программ, каких-то шоу. Давайте вместе с вами просто сейчас. начиная с сегодняшнего дня, меняться к лучшему. Успехов вам, друзья. И пока. Настрой у меня боевой. Я думаю, что я смогу, и у меня все получится. Будем стараться и показать хорошие результаты. Цель же себя трансформировать, изменить. Поэтому все буду принимать с позитивом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...